Историческую драму «Меч короля» конечно же неправильно перевели. Этимологическая проказа российской бизнес-лингвистики без сожаления извратила название «Проклятый ублюдок» или «Чёртов бастард». Да даже академическое бастардоведение подходит ленте больше. Сам фильм рассказывает о человеке, которому не повезло родиться, а потом и просто не повезло, в 18 веке. А не повезло в 18 веке — это как упасть в крапиву и ужалиться о медузу. Главные теги киношки — крепостная жесть, каторжный труд и вопиющая несправедливость. И поверьте, это только на первый взгляд. Картина кажется красивой меланхоличной драмой о том, как бывший военный пытается обуздать пустошь с одной картошкой в руках. По факту же здесь детей отдают в рабство, мужчин поливают кипятком, а быть растерзанным в стае голодных волков здесь считается благом. В общем, европейский гуманизм во всей своей красе. Да, местные ухоженные в шею слегка сгнившие зубы выглядят лучше, чем человек, который не активирует галочки о прочтении сообщений в WhatsApp. Но погружение в историческую эпоху все равно происходит успешно. Во многом благодаря пронзительному взгляду Матса Миккельсона и средневековому быту с датским уклоном в холодную мерзкую погоду, которую на Урале называют «Май». Фильм отлично держит напряжение, вызывает лютую ненависть к главному антагонисту, пару раз демонстрирует жуткие кадры 18+, вдавливая в любимый диванчик безобразной жизнью тогдашних крестьян. Угадать, чем закончится фильм при всей его прямолинейности не получится, а хороший конец или чудовищный решать режиссер оставляет нам. И это прикольно. Так что, если любите исторические драмы в поджанре «выживач», рекомендую посмотреть. Жесткое, атмосферное, окропленное кровью и пеплом кино о дорогах, которые мы выбираем. 7,5 из 10. Хороший фильм.